Вам добра и здравия! С вами Василий Жердев и лучший фотограф Рунета Юрий Михайлович Копылов. Юрий Михайлович, расскажите, пожалуйста, о своих возможностях, которые вы можете сделать в этой жизни. Возможности вообще безграничные. Я люблю делать те вещи, которые не делал еще никто. Ну, для примера. Я узнал некоторые тонкости, тренды, которые происходят на американском рынке. То, что, например, пошел такой тренд, фотография, дети просят собаку. Рассказал про это дело. И с командой из Казахстана мы буквально на одну фотографию в Фейсбуке собрали за 4 дня 120 тысяч лайков. При этом я еще постучался к Марку Цукербергу, чтобы получить его лайк. Правда, не удалось, но, тем не менее, попытка такая была. Это первое. Второе. Я посетил более тысячи мероприятий, которые относятся к интернет-маркетингу. Маркетинг, социальные сети, сайты, продвижение сайтов. Ко мне можно постучаться за бюджетным совсем сайтом, продающим. При этом даже я гарантирую то, что сайт еще даже не будет виден поисковиками, то есть Яндексом, Гуглом. Но пойдут уже заходы. То есть живые люди пойдут смотреть, что интересного присутствует на сайте. Как достигаю этого? Есть свои просто группы большие с посещаемостью, 2000 человек в сутки, женская аудитория. Все, что касается там вкусного, интересного, я как фотограф отцениваю, как блогер пишу вкусно, чтобы это было заинтересовало аудиторию. И дальше уже пошли переходы, дальше идет уже бизнес-работа. Юрий Михайлович, у меня вопрос такой к вам. С чего начинали, собственно, вот это дело? Фотографирование. Я как-то попал на одно из мероприятий, где было много людей. И там были фотографы, которые фотографировали, долго обрабатывали фотографии. И потом, когда я увидел результат, когда было много фотографий, я на одной из фотографий был там чуть-чуть. При этом это за большой промежуток времени произошло, там 2-3 недели. Я подумал, что можно нести людям добро. И теперь я на всех мероприятиях фотографирую, делаю портретную съемку каждого. И стараюсь тот же вечер уже выложить, чтобы людям было о чем вспомнить и узнать. Также люблю находить всякие фишки интересные, про которые еще никто не знает. Тот же самый Яндекс, например. На конференции я поймал их представителей Яндекса и рассказал всему интернет-сообществу, за что же банят сайты. То есть та информация, которую сами представители Яндекса вообще никому не говорят, но не обсуждают. Вот мне удается поймать такой какой-то уникальный кадр, фотографии или видеозапись, а потом уже донести это все людям. А за что банят? Вы нашли это? Они сами сказали? Нет. Или вы как-то из анализа? Яндекс начал банить за накрутку поведенческих факторов. Все SEO-шники, те, кто продвигают сайты, все, кто занимается обслуживанием сайтов. Ну, для примера, посещаемость сайта была там 2000 человек, например, в сутки. Сайт забанил, поставил банк, и посещаемость Яндекса стала там 50 человек. Вот таким образом. На какой срок, за что и как это происходит? Вот нам удалось раскачегарить, раскачать представителя Яндекса. Мы, соответственно, задавали ему вопросы, а я лишь донес эту информацию для людей. А за что они это? За то, что они накручивают? Ну, можно накрутить, да. Завалить просто сейчас сайт-конкурент. Есть такие технологии. Понятно. Скажите, лучше не пользоваться? Лучше не пользоваться? Нет, я, вот, у меня сейчас, допустим, дало рекламу обучения самозащиты, да? Дед, 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 дед для, дед для внуков, для вас, дед для внуков, дед для подростков, дед для детей. И Авито забанило, под предлогом, знаете, какое, медицинное оборудование. Да, то есть самозащита, и они забанили. Стучитесь в социальные сети, в социальных сетях все получится. Ну, вот, просто прикольно, причем баня-то вообще там, не пойми за что. Надо, значит, может быть, как-то обыграть это, подать по другим соусам. Да не, ну, какая разница между самоборудованием и медициной? Давайте уж там, скажите, там, насилие какое-то бы я преподавал, да, там, соответственно. Ну, это ладно. Самоборона в какой-то степени насилия, да, то есть, вместо того, чтобы расслабиться и получать удовольствие. Ну, поток это тоже оружие к чьих-то руках, но иногда молотки забивают гвозди и строят дома. Такая же аналогия. Понятно. И несколько советов для начинающих фотографов. Да, самое главное, чтобы глаза у вас горели, и у тех людей, которых вы фотографируете. Постарайтесь зажечь, можно даже пнуть под столом там. Я люблю фотографировать, когда горячие глазки. Тогда получается фотографии эмоциональные, хорошие. А все остальное, это надо любить свое дело и нести добро людям. Тогда все будет получаться. Понял. Не станьте известным, популярным. Ладно, спасибо вам. Спасибо. Пока-пока. Пока. 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 Продолжение следует...